В сети магазинов «Хозяин» ярославские краски от 89 рублей. Современные технологии с приставкой «Чудо». Попытка номер два. Сегодня еще один официальный старт внедрения возможности беспилотного летательного аппарата в обычную жизнь. Во главе угла сегодня задача сугубо разведывательная, но попытка доставить почту сегодня тоже совершена. Запуск беспилотника, как и в прошлый раз, проходил напряженно. Оно и понятно, цена за ту ошибку мало кого оставила в покое. Оператору просили не мешать, лишних вопросов не задавать и ближе, чем на метр, не подходить. 3-2-1 и груженный аппарат из Верхнего Саентуи отправился в село Надеяно Торбогатайского района. Один километр полета стоит почти 10 тысяч рублей, а весь тестовый запуск оценили в сумму в 10 раз больше. Короче так, питание 24,8, курс 145, расход только 4 миллиампера. Я вошел в управление аппаратом, точность GPS-04. Напомню, что производить беспилотники намерены в Улан-Удэ. Соглашение подписано еще 2 апреля этого года. Дата начала производства пока неизвестна. Однако разработчики заверили, стоимость аппарата будет не больше 650 тысяч рублей. Была поставлена задача именно доставка корреспонденции. Мы на свое усмотрение привезли дополнительные дроны и показали, что мы можем снимать, мы можем искать, помимо того, что можем перевозить. На производство обещают поставить целую линейку беспилотников. Шесть разных моделей с разной грузоподъемностью и возможностями. В основном это перевозка грузов и мониторинг лесных пожаров. Однако главная задача водащих дронов – доставка жизненно важных медикаментов. Также у нас и использование в сельском хозяйстве, это обследование полей, там где посажены уже разные виды растений. Также сегодня у нас есть республиканский закон ограничения ловли. Также беспилотники помогут контролировать именно зоны, где труднодоступны, но где люди, опытные рыбаки могут добраться и вести, как говорится, ловлю в нарушении закона. В городе такие дроны летать не будут. Закон не велит. Представители Почты России на запуск сегодня не приехали. Однако от идеи внедрить беспилотники в доставку корреспонденции почтовики не отказались. Все запуски прошли успешно. Илья Бельков, Сергей Костенко. Новости дня.